Поехали! Продолжаем разговор. Я не дам общего ответа, потому что, строго говоря, когда ДНК чужого человека едят, то это путь через желудок, пищевод, все разрушается, высасывается. И выходит из организма естественным путем. Поэтому каннибалы, при всей к ним, не симпатии нашей культурной, они же мясо ели человек, и ничего, и наверняка прилично жили по-своему. И вообще древние люди занимались каннибализмом, видимо, более широко, чем мы себе представляем. Известен случай, когда в Америку прибыли первые переселенцы, то у них был жуткий голод, они там одну девушку съели. Нашли ее кости, прямо там следы человеческих зубов на ней. Так что здесь много чего было в древности. Но, повторяю, мясо ели человек, и ничего обходились. Так что думаю, что здесь ничего патологического нет. Другое дело, что это хорошего мало. Зачем это нужно? Чтобы ДНК человека было в молоке. Я не знаю, так ли это или нет. Сейчас столько много разной дезинформации идет, что не знаешь, что правда, что нет. Поэтому у меня есть принцип научный определенный. Я всегда пытаюсь докопаться до первого источника, я ничего на слух не воспринимаю. Потому что дезы идут тоннами. И поэтому это мой ответ. Если же вкалывать в кровь ДНК человека, ну, надо просто понять, на это есть испытания клинические. Сначала делают их на мышах. Вкалывают, допустим, в кровь и смотрят, что с этой мышкой произошло, какое-то у нее потомство. Нет ли патологии, нет ли воспаления. Потом переходят на следующие, так сказать, уровни. Они экспериментируют на собаках, порой даже на обезьянах. Хотя это очень дорого. И поэтому обычно и жалко обезьян, конечно. Да и собак очень жалко. Поэтому стараются эти вещи минимизировать. И проверять таплеты. А просто ответить на слова, что это хорошо или плохо, это будет, ну, ненаучно, как бы сказать. Это будет по понятиям. Я обычно избегаю давать ответы по понятиям. Да, здесь такая шуточка уже прозвучала. Ага, Антон Алексеевич, каннибализм, реклама каннибализма занимается. Ну, конечно, естественно, да. Вообще, воля твоей детей, можно описать, что надо есть детей. Это я рекомендую. Жуткие вещи, жуткие вещи. Ну, конечно, да. Идем дальше. Ну, вы понимаете, когда у людей такая ментальность, тут что не скажешь? Ну, есть любители. А то все. Вот потому меня это не волнует, потому что я не могу контролировать людей, которые не совсем здоровы психически. Или у которых такая ментальность, что нужно все переделывать. Сейчас идет там волна всяких там фотошопов, фотошапов, там и Путина, Медведев, там и кто угодно, в чужом обличье, там и прочее. Ну, нравится людям это. Я когда каждый раз вижу и думаю, ну, какая движущая сила людей толкает на то, чтобы вот эту ерунду изготавливать, время тратить, публиковать. Но, видимо, дело психиатров должно такие вещи интересовать. А я не психиатр. Судьба у них такая. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос эфир. Это пишет, что это. Зоя Кукова пишет, Тюняев представил книгу «Метафизика крови», где группы крови, кроме нулевой, в скобочках, означают смешание белых людей с желтыми, черными, красными и многое еще чего. Что по этому поводу скажут генетики? Генетики, я не знаю, что скажут по этому поводу. Тюняев человек неординарный. Он человек увлекающийся. Он детский писатель. У него там более полусотни детских книг выпущено. Он занимается лингвистикой, он занимается квантовой механикой. Мы с ним написали книгу по происхождению человека, где мы с ним два соавтора. Правда, я его держал, так сказать, в ежовых рукавицах. Я очень много из этой книги поукидывал, то, что он написал. Но он понимал и не сопротивлялся. Поэтому книги получились, по-моему, хорошие. Но дело в том, что это было восемь лет назад, когда мы с ним книгу опубликовали. И с тех пор мы не сотрудничали. И он за эти восемь лет очень много чего успел написать, сочинить и издать. К чему я не имею ни малейшего отношения. Но, повторяю, поскольку он человек очень увлекающийся. Он и мастер спорта по боевым искусствам. Много чего у него интересного. И он, как человек неординарный, он каждому своему увлечению привносит что-то свое авторское. И разбирать это дело – дело непростое, но, наверное, интересное. Скажем, он ввел понятие русандроп или русантроп. Это древний человек с русской равнины. Вот русантроп. И это поднялся жуткий вой среди либералов, в первую очередь. Что, как, так. Причем, что меня позабавило, вой-то поднялся не потому, что он какого-то человека не того нашел, кому он древне, кому это он дал определение. И был ли такой человек. И насколько русантроп совпадало бы с критериями, принятыми для древних людей. Нет. Либерал его взмутил, что он руса. Что он русантроп. Вот это рус их просто взбеленило. И я написал письмо Тюняева. И спросил, зачем, то есть, а какие основания вообще, зачем он так назвал, на чем это основано. Он говорит, а почему нет? Есть синантроп, китайский человек, он же Чайнат. Есть там, кто там у них, Яватроп или Явантроп. Это, значит, на Яве нашли такого человека, называли. Он говорит, а почему не может русантроп? Нашли древнего человека на русском равномении. Вот он, русантроп. В чем дело-то? Я говорю, ну, в общем, логичное. А потом оказалось, что да, все в слове рус. Плюс, вот недавно антропологи подняли восторженный крик на лужайке. Там нашли в Африке человека древнего, называли его Налиди. Значит, Налиди. Вот если бы у нас кто-либо назвал человека Налиди, поднялась бы дикий вой и смех, что, видимо, там, что, ледниковый, там, период, что ли, или он на льду катался. А когда на Западе назвали Налиди, все. Потому что под Запад надо прогибаться. Там все, что на Западе, замечательное. Любое название остроумное и правильное, и к месту. Вот это вот характерные черта либерала. Так вот, по поводу русантропа, повторяю. Я не видел ни одной работы, где кто-то попытался бы копнуть. А что за человек, кого называли русантропом? Какие у него антропологические характеристики? Насколько это отдельный вид или там, ну, род пищи? Понятно, что один и тот же. Ну, допустим, вид человека отдельный или род отдельный человека. Никто. И вот поэтому мне интересно, как вот либералы относятся к слову рус, насколько оно их бесит. Вот на меня нарисовали шарж. Вот, кстати, на той же конференции ученые против мифов. Вот нарисовали шарж. Мне он понравился. Надо, кстати, будет его увеличить и просто на стенку повисить на память. На самом деле, там человек похожий на меня. Держит в руках ДНК. И оттуда возникает слово «рус». То есть, на самом деле, гордиться нужно. То есть, я занимаюсь ДНК русов. То есть, русских людей. Но для либералов, которые это заказали, нарисовали, для них слово «рус» бранное. Вот для них тот, кто занимается русами, это как раз вот не рукопожатный. Это непременно лженаука. Вы понимаете, какая трагедия? До чего мы дошли? То есть, они не могли ничего оскорбительного нарисовать. Может, просто не хотели. Может, боялись. И вот меня, значит, связали с словом «рус». Ну, замечательно, что там плохого. Но любопытно, что вот суть какова. Поэтому, говоря о Тюняеве, то, что он написал книгу, в котором он пишет о вреде смешан, мне эта концепция Тюняева известна. Он мне об этом писал и не раз, и я каждый раз ему в мягкой форме отказывался это обсуждать. Потому что, на мой непросвещенный взгляд, ну, как непросвещенный, смешивание разных рас, оно очень часто плодотворное. Прилив свежей крови, он, как правило, позитивный. А вот когда люди замыкаются в своем кругу, то идет кровосмешение, пусть не в прямом виде, там, брат с сестрой, пусть это в отдаленном, но все равно получается. И вот почему у евреев очень много наследственных заболеваний. Это просто бич у них. Вот масса, больше всех, наверное, в мире наследственных заболеваний у евреев. Результат – жизнь в своем коллективе замкнутом, куда Гоев не допускали. Вот поэтому я бы не то, что я сразу сказал, что у Тюняева там ерунда написана. Нет, надо просто в этом разбираться. Поэтому надо, чтобы специалист взял книгу Тюняева, внимательно его проработал, бесстрастно. Не потому, что Тюняев находится в Африкопедии или еще в подобных изданиях, а так что-то на самом деле. Но, понимаете, таких людей мало, бесстрастных людей мало, потому что люди хотят примыкать к кланам. Ну, это порода людская. Скажем, я никакому клану не принадлежу, но я одно из исключений. А люди хотят прилипнуть к клану, потому что это рукопожатность, это гранты, это поездка на конференции. Там можно пробиться, если хорошо услужить, чтобы и доклад пленарный дали, а не просто в кулуарах или там стендовое сообщение, там какое-нибудь маленькое. Поэтому я бы не стал Тюняева сейчас в этом отношении ругать или критиковать, надо разбираться. Мое первое импульсивное такое по понятиям, что смешивается хорошо, у Тюняева противоположные понятия. Вот, так сказать, пока мы на этом разошлись. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир. Разве люди с одним цветом кожи не являются одним видом человеков, если не было смешения с другими видами? Одним видом человека являются все люди. То есть все homo sapiens – это один вид. Чернокожие ли, краснокожие, желтокожие, белокожие, что, конечно, условно, светлокожие, так скажем. У нас не такая уж белая кожа, в конце концов. Кроме некоторых дам, особенно которые пьют уксус, чтобы у них лепили раньше, чтобы у них кожа была белая. Это была панацея в древолюционной России. Дамы хотели, чтобы кожа была белая. Сейчас, слава богу, этого нет. Так вот, все люди, они в этом отношении одинаковы. Какой критерий, принадлежность к этому виду или один из критериев? Это при смешивании получается потомство. Раз при смешивании получается потомство, это означает, что хромосомы одинаковые в этом отношении. То есть они нормально смешиваются, нормально переплетаются, друг другу не отторгают. Вот когда нет смешивания или когда потомство произойти не может, скажем, у карася и у щуки не может произойти потомство общего. Это разные вообще. Не только виды, но и рот разный совершенно. И вот так вот различают обычные. Вот до сих пор не очень понятно, неандерталец и современный человек. Они могли при скрещивании давать потомство или нет. Правда, генетики сейчас, посчитав эти проценты и решив, что у нас у всех 3% в среднем неандертальцы, что да, скрещивались и потомство было. Но это, на мой взгляд, профанация. 3% не может быть доказательством этому делу. Нужны гораздо более другие серьезные критерии. Поэтому пока не знаю. Хорошо. В отношении медного неандертальца человека. А всякие там выражения, что древние люди, они все, что движется, они тут же, так сказать, пытались дать потомство. Но это байки, опять же, по понятиям. Далее. Горловое пение. Или есть... Продолжение того вопроса, который был до этого. Или есть мать-одиночка, но у нее молока нет, и ребенка кормит другая. Как это влияет на ребенка с точки зрения ДНК и отношения в семье? Есть ли такой же термин, есть же такой термин «зов в крови»? Ну, отношения в семье – это другой разговор. Это психология. Это не ДНК-генеалогия. Это не естественная наука. Это ничего не могу сказать. Вот. Но, опять же, по понятиям, ну, у меня в семье такого не было. Но если бы у жены там не было молока и кормила бы кормилица, ну, что ж, я бы возражал, что пусть лучше ребенок умирает или как. Поэтому это как раз вполне гуманно. Я думаю, что когда молока нет, то кормилица есть. Или бывает такое, что мать не хочет фигуру портить. Бывает такое, конечно, и отдает только мельцам. Пока я не слышал ни разу, чтобы это как-то влияло негативно на здоровье, на выживаемость, на что-то еще. Мы же, когда пьем молоко, мы же не разбираемся, от какой именно коровы молоко пьем. Этого нет такой информации нигде на наклейках. И поэтому я думаю, что и в человеческой среде большой разницы нет, откуда молоко. Поэтому я такой вопрос не очень, так сказать, не то, что не понимаю. Я понимаю, но ответы даже не представляю, что кто-то мог бы дать конкретный ответ. Понятненько. Идем дальше. Сергей Кудашов. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Алексеевич. ДНК – генеалогия, молодая отрасль. По каким критериям она является наукой? Она является наукой по простому критерию. Как любая другая наука, у нее своя методология. Науки отличаются не объектами исследования, а отличаются методологией. Например, атом водорода или молекул водорода, еще прочее, могут изучать и химики, и физики, но совершенно по-разному. И по этому поводу был такой, значит, у нас был день химика, а на самом деле еще до него, естественно, были шутки на химическом факультете МГУ. И там было, что была защита дипломной работы, и выступал студент, и у него задача была квантомеханическое изучение молекулы этилового спирта, C2H5OH. И его спросили на защите, а экспериментальная часть есть? Он говорит, нет, только вот расчеты. А иначе это очень осложнило бы концепцию, теорию. И мы сказали, вы знаете, осложнило бы, но зато украсило бы работу, если было еще практически исследование этилового спирта. Поэтому дело такое, что каждая наука имеет свою методологию. И когда у этого человека была методология квантомеханического изучения молекул, то это своя методология. А когда человек изучает вкус спирта или влияние спирта на функции определенные, это другая методология совершенно. Это уже относится к другой науке. Так вот, обычно популяционной генетики говорят, что это вот ДНК-генеалогия, это часть популяционной генетики. Естественно, это не так. Или вообще часть генетики говорят. Это не так. У генетики, своей методологии, у них нет расчетов мутаций в ДНК с применением определенных формул расчетных. У них нет аппарата расчетного совсем. У них нет интерпретации исторического характера у генетики, потому что генетикой история не занимается. Она изучает другие вещи. А ДНК-генеалогия у него как? Первое. Она исходит из определенных положений. Экспериментальных – это мутации в ДНК и расчет, связь с хронологией этих мутаций со временем. То есть, когда эти мутации пошли расходиться в разные стороны, и чем больше расхождение, чем дальше, древнее жил общий предок. Но это как, если камень бросит в пруд, от него пойдут концентрические волны. И вот те, кто знаком с основной физикой, они рассчитают легко. Вот потому, когда волны ушли довольно далеко, и знают скорость волн, они легко рассчитают, а куда, в каком месте, и когда был брошен камень. И куда он был брошен, и когда он был брошен. Вот так же с мутациями работает ДНК-генеалогия. Она рассчитывает, как далеко мутации разошлись друг от друга, и когда они начались, вот когда был брошен первый камень. Это раз. Второе – есть расчетный, повторяю, аппарат, связывающийся со временем. Третье – идет расчеты древних миграций на основании уже пространственных. Потому что нашли эти миграции остатки в Сибири, нашли в Средней Азии, на Дальнем Востоке, на Среднему Роскровнению, в Крыму, в Европе. Уже можно представить, как эти миграции проходили и куда. Далее добавились ископаемые ДНК из древних захоронений. То же самое можно же тут же рассчитать, добавить это дело в концепцию расчетов ДНК современников наших и так далее. То есть это наука, у которой свой аппарат, которым больше никто, никакая другая наука не владеет. Более того, даже, казалось бы, формула похожа – расчеты времен мутации в ДНК и расчеты радиоактивного распада. Она похожа, но не та. Потому что в распаде радиоактивном нет обратных процессов. Не можете зато проспасться в одну сторону, а потом раз – и собраться его продукт распада и в другую сторону превратиться. Нет такого. А в ДНК генеологии сколько угодно. Мутация образовалась, а потом раз – в этом же месте мутация закрылась. То есть образовалась исходная ДНК. Как бы была мутация, а нет ее. И вот таких тоже немало. И вот в расчет ДНК генеологии учитывает это, учитывает этот фактор возвратных мутаций. Вот это тоже нигде никакой другой науки, как аппарата для изучения экспериментального материала нет. Вот поэтому ДНК генеология – новая наука, ей всего лишь 10 лет. И она совершенно работает независимо от генетики и популяционной генетики. Где она работает зависимо? Это то, что генетика представляет экспериментальный материал. Генетика определяет своими методами гаплотипы, гаплогруппы. А дальше ДНК генеологии – это подхватывает и идет дальше. Но это так же, как и в химии и физике. Зачастую в физике звучат молекулы, которые для них синтезировали химики-органики. И они подхватывают эти молекулы и дальше звучат физическими методами. Таких тоже масса вещей. Поэтому в других науках дискуссии никакой нет. Все давно ясно. И только, к сожалению, генетики, а скорее популяционной генетики, каждый раз поднимают крик на лужайке, пытаются дискредитировать ДНК генеологии, что это не наука, это часть популяционной генетики. И я некоторым генетикам популяционным давал простую задачку. Вот давайте, вот есть картина какая-то мутация, рассчитайте, когда жил их общий предок. Никто не смог, потому что нет в генетике этого аппарата. А один антрополог, который выступил с критикой ДНК генеологии по фамилии Пежемский, так я ему при личной беседе, говорю, давайте вам дам задачу. Он сразу говорит, не надо. Ему даже задачка не понадобится. Он говорит, я в этом ничего не понимаю. Я говорю, какого же рожденного подписали письмо против ДНК генеологии? Ну, ответ-то я знал. Подписал его начальник, а он человек подневольный, работ мало, цитирования никакого, занимает базицию средненькую. Ну, как можно с начальником спорить? Вот это, к сожалению, тоже часть современной науки. Дальше. Да. Вопрос эфир. Как, по вашему мнению, может ли истина в последней инстанции находиться не только в науке? Может ли претендовать на авторитетность не только наука, а, например, религия или какая-либо система мировоззрений? Просто я знаю, что научный мир опирается больше на материальный мир, исследуют именно его. Посему и инструменты у него типичные. Но вот кроме материи существуют и другие. Вибрации, энергетика, гипноз, результаты практики йогов и прочее, за что охватиться науке сложно и где ее линейки или прочие измерительные приборы не помогают, не срабатывают. Понятно. Но, во-первых, нет истины в последней инстанции. Поэтому первая часть вопроса просто выпадает по причине безотносительности к чему-либо. В науке нет слова истины. Для многих это будет странно. Это так же, как, чтобы было понятно, в документах Генштаба нет слова война. Там есть боевые действия, наступление, наступление. Нет слова война. Это термин, так сказать, шпаков, как там говорят, термин гражданских. Поэтому в науке нет истины, потому что ее в науке нет и быть не может. Наука – это постоянное приближение к тому, что где там за горизонтом есть то, что можно было подумать или представить как истину, но до нее никогда не доходит. Потому что в науке нет ничего вечного. Если есть что-то, как правило, это математика или физика. И это люди, которые приобрели, так сказать, величины абсолютно топовые полностью на вершинах. И те, которые выдержали проверку веками. Вот они разработали физические законы. Законы термодинамики, которые пока никто не смог нарушить. Хотя наверняка есть вещи, когда их можно нарушить или не нарушить. Хотя вот при возникновении жизни на Земле наверняка законы термодинамики там локально были нарушены. И вот физики, математика. В остальных науках экспериментальных всегда никто не договорит до конца, потому что договорить не может. Это всегда вероятностная категория. Когда научный сотрудник проводит эксперименты или собирает экспериментальный материал, всегда есть противоречащие данные. Всегда. Всегда есть другие авторы, у которых противореча этому своей собственной концепции, которые другие. И всегда есть данные экспериментальные, которые противоречат тому, что найдены. И никто не знает, эти данные фальсифицированы. Либо они ошибочны, либо действительно так оно и есть и просто противоречие. Поэтому это конгломерат, абсолютно такое броунское движение, противоречие гипотез. Что делает нормальный профессиональный научный сотрудник? Он садится и начинает оптимизацию. Вот какие вещи выпадают больше всего и выпадают вообще. Они с кем больше не корреспондируются. Какие вещи выпадают меньше, а какие довольно близко другая. Какие можно прообъяснения сделать в одну и в другую сторону. Какой из них более полновесный, а какой более легковесный. И вот так постепенно отбирается оптимальное объяснение. Но оно не есть истина, потому что завтра появятся новые данные, которые позволят или заставят пересмотреть это. И так всегда, это бесконечный процесс. Если в науке есть истина, наука остановилась. Значит, дальше звучать нечего. Но такого нет. Поэтому это первая часть. Ее сразу можно отложить или отбросить. Что касается того, что есть науки, не науки, вернее, а другие формы человеческой деятельности или формы мышления, там вибрации и прочее. Но там тоже нет, что значит абсолютная истина. Что это вибрирует. Вот оно вибрирует. Это не есть абсолютная истина. Это просто, так сказать, наблюдение. Вот поэтому там, конечно, и йога, это и всякие там индийские церемонии, и тибетские, и все что угодно. Но что же за это является абсолютной истиной? То, что можно погрузиться в себя, погрузить в оцепенение, и тебя могут зарыть, и ты можешь месяц в земле просидеть, не дыша, в оцепенении. Ну и, так сказать, где здесь, конечно, наука, вопрос другой. Наука разобраться в том, как это оказалось возможным. Значит, надо проводить соответствующие эксперименты. И опять, вывод не будет абсолютным. Уже другой автор пойдет к другому выводу. Вот это и есть наука. Понимаете? Поэтому здесь противопоставлять, что есть религия, есть Бог, это тоже, понимаете, вещи, не имеющие никакого приоритета. Религия – это свод этических правил. Вот чем на самом деле цена религия? Это этика. Вот если посмотреть, допустим, Евангелие. Это на самом деле свод этических правил. И науке там делать нечего. Наука неэтична по своей природе. Ученый, назовем его так, он разрабатывает то, что ему интересно, или на что есть заказ. В том числе и военный заказ. Вот ему нужно разрабатывать, чтобы ракета прилетела там 15 тысяч километров. Он это честно разрабатывает, потому что, во-первых, он, как правило, сам в азарте, потому что, если это разработать, это будет масса позитивных от этого последствий. И он даже не хочет думать о том, что эта ракета будет нести ядерный заряд, и могут погибнуть миллионы людей. Ученого этим не напугать. Потому что, какие бы ни были неэтичные задачи, ученый все равно найдется такие, которые будут их делать. Пусть это отравляющие яды, пусть это бактериальное оружие, пусть что угодно. Всегда найдутся люди, которые будут это делать просто из состояния азарта научного. Они хотят быть первыми, чтобы первыми найти то, что никто другой найти не мог. Вот это суд науки неэтичный. Но для науки рядом есть религия, которая заставляет ученого думать о том, а вот этично это или нет, а прав ли он это или нет. И некоторые, а то и многие, они, так сказать, ломаются в хорошем смысле и не хотят делать неэтичные работы, не хотят делать смертоносные работы, потому что религия им дает запрет на это дело. Поэтому глупо воевать с религией. Почему я, скажем, никогда плохого слова религия не сказал и не скажу? Потому что религия – это свод этических правил, то, что человеку нужно. Правда, правила эти есть разные. У буддизма своя религия, свои правила. У ислама другая. У католичества третьего, у православия четвертых они оба христианства и так далее. И у каждого есть набор своих катетических правил. И каждый считает, что их правила правильнее. Из-за этого происходят порой религиозные войны. А это самые страшные войны, которые в мире есть. Потому что это моя религия против твоей религии. Вот взять, скажем, Польшу и Россию. Одинаковые люди. У них, у поляков 50% Р1А, у русских 50% Р1А. У поляков столько там И2А, и у русских столько же. У поляков чуть меньше Н1А1. Потому что, значит, у русских еще есть Урал, который поставил. И так далее. Люди одинаковые и были раньше одинаковыми. Но одни католики, другие православные. Все. Вот это сотни лет поляки воюют с Россией. Для них это чужая религия. Взять сербов и хорватов. У них вообще язык даже одинаковый. Сербо-хорватский язык. Все одинаковые. Но те католики, эти православные. Другие взять, там, Баснюковой и так далее. Многие. Те мусульмане, эти христиане православные. И вот эти войны, религия разделяет людей. При том, что это неизбежная и позитивная вещь. Это схват этических правил. Но она разделяет. Возьмите евреев и арабов. Вообще род один и тот же. У них это J1 и J2. Два, так сказать, рода, которые составляют большую часть, как бы, таких исторических евреев. Ближневосточных евреев. А попробуйте их садить за один стол. Да ничего подобного. У них и браков-то между ними нет практически. Между временем арабами. Такие единицы, что статистически это незначимые величины. Опять религия разная. Там иудаизм, тут мусульманство. Так что сложное дело. Люди одинаковые, а религии разные. Поэтому с одной стороны религия – это хорошее дело, если религия правильная для тебя. С другой стороны, понимая, примыкая к религии, понимая, что этим ты отдаляешься от других религий. И еще пока эта дилемма пока в мире не решена. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир из Ютуба. Такой, несколько шутливый. Если неандерталец – это дядя, то кто тогда папа? Напоминаю, что у нас еще вопросов много. Папа, естественно, папа – отец неандертальца и дедушка человека. То есть это идет эволюционная линия ДНК. Идет оно, если взять последние 5 миллионов лет, это общая предка современного шимпанзе и современного человека. Эти линии разошлись в разные стороны. Поэтому между ними 10 миллионов лет. Вот то, что мы видим разницу в обличье и в поведении шимпанзе в зоопарке либо на поляне где-нибудь в Африке и человека – это 10 миллионов лет разницы, чтобы величина немалая. Так вот, эта вся линия ведет из миллионов лет назад. Она идет до настоящего времени. И с него время от времени в сторону ходили другие виды, которые стали, как правило, тупиковыми, которые не выжили. Вот один из них – неандерталец. Он ушел в сторону и не выжил. И поэтому то место на ДНК-линии, которое находится под, если внизу – это древность, от которой мы дальше пошли, пришел в сторону неандерталец, это и есть папа неандертальца, наш дедушка. Это, скажем, примерно 600 тысяч лет назад. Понятно. Далее Андрей пишет. Уважаемый Анатолий Алексеевич, к какой гаплогруппе относился Иван IV Грозный? Не знаю. Этого не знает никто. И было бы крайне интересно это узнать. Если будет доступ к останкам Ивана IV, это дело бюрократически крайне сложное. Можешь себе представить, какие нужны разрешения на то, чтобы выкопать мощи или, так сказать, кости и взять с них на экспертизу материал. Но если это возможно, дальше решается как дважды два. Понятно. Либо он финно-угорского, так сказать, рода, либо он славянского. Ну или там, неважно. Либо он, назовем так, либо он 1С1, как многие считают. Либо он Иродина, либо он И1, либо он И2, либо кто угодно другой. Это определяется в один ход в современной лаборатории. Елена задает вопрос, вернее, реплику пишет. Реальный результат показывает не только наука, но и иные сферы. Труд Фоменко-Носовского тоже результат, где ей сложно существовать. Результаты мы наблюдаем после гипноза. Я просто психолог по образованию. У йогов после голодания и выхода из самадхи, после забытия и иное. Я – это все к чему? Мне кажется, наука может идти дальше и не сидеть на месте, оперируя только материальным миром, обусловленным только пятью чувствами. Вместо того, чтобы отрицать некие вещи научному миру, лучше признать, что она еще что-то не знает. И это достойно изучения. Посыл настоящим ученым. Вот это написала Елена. Понятно, Елена. Но вот я только что говорил о том, что наука не знает. Наука, вовсе не стесняюсь это говорить, наука очень многого не знает. Поэтому это не упрек, естественно, потому что нет для этого оснований. Что касается результатов, труды Фоменко-Косносовского, результат, ну, естественный. И поэтому их читают сотни тысяч, это миллионы людей, слава Богу. А те, кому это интересно, замечательные. Потому что при чтении развивается ум, воображение, эрудиция. Что же там плохого? Я совершенно далек от того, чтобы устраивать охоту на Фоменко-Косносовском, это билетристика. Нормальное дело. Почему-то там Пикули читает билетристику, а, значит, Фоменко-Косносовский почему-то нет. Это, опять же, те инквизиторы, которым хочется вот кого-то, понимаете, угробить ментально. Поэтому здесь в результатах ничего плохого там нет. Что касается того, что наука не знает много в области психологии, это безусловно. Потому что у науки есть правила. Нужно, чтобы работа, во-первых, объект исследования и методология работы, и приемы работы были воспроизводимы. Понимаете? Они были, чтобы каждый раз можно было воспроизвести опять и опять. И они должны быть либо объяснимы в рамках уже существующего, либо это уже открытие, следующий этап, когда в рамках существующего не объяснить и предсказать нельзя. Вот оно определение открытия. Это то, что нельзя объяснить и нельзя предсказать. Даже вот открытие острова необитаемого, это открытие почему? Потому что никто не знал, что остров там и есть и невозможно объяснить, где этот остров должен быть. Если это можно, это уже будет не открытие. Это уже будет, есть план, Нужно поехать в точку с такими-то координатами, долготой широтой, и там должен быть остров. Никто ему открытие за это не даст. Поэтому, когда йоги выходят из своего состояния оцепенения, наука этим, конечно, заниматься может. Для этого нужно взять десяток, по меньшей мере, таких йогов, сделать параллельный опыт, чтобы они, видимо, просто в одном и том же месте, ну, там, не знаю, 10 ям выкопать, чтобы они сидели вот в одном и том же месте, чтобы климат был один и тот же, температура Земли была одна и та же, чтобы была воспроизводимость. И тогда нужно поставить вопрос, то есть тогда, не тогда, когда они уже сидят в яме, а желательно до того, а что, собственно, наука ищет, на какой вопрос она хочет ответить. И вот если этот вопрос сформулирован, тогда, конечно, можете их несчастно засадить в их ямы, там их подержать, а потом их оттуда вынуть, померить у них там давление, пульс, там еще анализ крови сделать и ответить на тот вопрос, который был заранее поставлен. Ничего там крамольного нет, может быть, даже это кто-то и делал, а если не делал, то кто-то рано или поздно будет делать нормальный ход. Но видите, что получается, вот та же Бехтерева, вы как психолог, конечно, знаете ее имя, вот она занималась многими нестандартными вещами и в итоге попала в Африке, она в Африкопедии. Вот по пропасти, точнее, по краю пропасти в этих делах, потому что есть много вот этих либералов, которым хлебом не кормить, дай заклеймить. И поэтому вот это на самом деле относится к каждому научному сотруднику. Выходя за пределы уже известного, всегда есть риск попасть вот под клеймо этих инквизиторов, потому что ответ будет всегда нестандартом, а это уже для них плохо. Потому что они сердечки в науке, они ничего нового сами не сделали, а кто-то новый сделал, а ту его. Вот поэтому каждый, кто работает на пограничных областях разных наук и рискует сделать открытие, либо найти что-то новое, нужно ожидать, что у него свора на него набросится. Кроме одного варианта, если он часть стаи. Но в стае такие вещи не делают. За пределы уже известного не ходят, потому что шаг в сторону – это для стаи побег. Вот поэтому психология – это очень рискованная область, когда человек хочет найти действительно что-то новое, найти и сделать открытие, объяснить непознанное. Это, проведя тоже пример на поле боя, это офицер на поле боя, который бежит впереди цепи. Вот он в зоне максимального риска. Вот то, что в современной психологии – это то самое. Хорошо. Елена благодарит за то, что адекватно сказали про Википедию, потому что многие люди ссылаются на неё. Дальше следующий вопрос от неё же. Давиденко И.В., профессор геологии, утверждает, что человек – внеземной пришелец, так как кости его не разлагаются в земле и даже в морской воде, в отличие от животных. Возможно ли такое? Ну, наука отвечает, современная наука, полностью негативно, потому что этот довод, он слабый. Что если кости не разлагаются, это значит внеземной пришелец. Ну, надо просто посмотреть на кости, потому что вполне возможно, если действительно так, я не знаю, на самом деле кости в земле, конечно, разлагаются, просто требуется время дольше, чем может многих животных. Но надо посмотреть на плотность кости. Если у тех животных плотность малая, у человека плотность большая, естественно, будет разлагаться гораздо более долгое время. То есть тут нужно просто привести опять нормальные научные эксперименты и на вопрос ответить. Когда при этом человек начинает говорить о внеземном пришествии, но для человека науки это несерьезно. Такие вещи требуют серьезных обоснований, а не просто потому, что кости, они меньше разлагаются. Ну, прочно они, вот они меньше разлагаются. Вот если бы был один внеземной пришелец, у которого кости такие же, как у человека, и можно сравнить и провести объективные данные, показать, что все одинаково, вот тогда это был бы аргумент. Пока нет. Понятно. Далее Игорь Шульга. Я хочу спросить, когда… Это был задан вопрос еще до нашей встречи, когда будет Анатолий Алексеевич выступать. Что он думает о волновой генетике Петра Горяева? Что вы думаете о волновой генетике? Обычно я стараюсь все-таки не давать оценку работам, которые не являются, не входят в сферу моей прямой экспертизы. Но они входят в сферу моей общенаучной экспертизы. И здесь у меня вывод очень неутешительный в отношении волновой генетики, потому что я слушал не раз выступления Горяева на Ютьюбе, и каждый раз у меня недовольство творения большое. Потому что то, что рассказывается, это… Ну, понимаете, так научные сотрудники, которые серьезно проводят работу, так не рассказывают. Идет легковесный рассказ, пропускаются очень серьезные вещи, которые являются принципиальными. Идет нечто вроде билетристики с некими заклинаниями, как мне кажется, вот по этим передачам. Поэтому у меня была мысль, на самом деле, признаться, разобраться, написать статью, как я вижу волновую генетику Горяева. Но я все откладываю, откладываю, потому что… Ну, опять же, потому что не маю прямой экспертизы. И не хочется опять вторгаться. Значит, там у Горяева много последователей, так сказать, если угодно, тоже секты. Начнется ругань. Ну, вроде мне это все равно. Но для меня написать такую статью было бы единственным путь разобраться в том, что это такое. Я бы поднял бы научные статьи. Цитирования на него нет. Это могу сказать совершенно… Я посмотрел. На волновую генетику Горяева ссылок практически нет. А если есть несколько, они его самого. А это для меня очень важный критерий. Девушка наука – это, значит, совокупность информационных потоков. Потоки, которые переливаются с одного в другой. Когда человек выпускает работу, а на него нет ссылок, это означает, что либо работа, конечно, может опередиться время настолько, что я просто не понимаю это и не хотят даже разбираться, но это редко. А скорее всего то, что это никому неинтересно. И никто не ссылается на эту работу, не обсуждает ее. И вот результат. Поэтому у Горяева ссылок нет. Это означает, что его труды никто практически в мире не изучает, на него не ссылается. Вообще это приговор для научного сотрудника. Поэтому у меня… Я бы не стал делать это финальным заключением. Это такое введение, так сказать, в волновую генетику. Но это пока мое мнение при моем нынешнем знании, которое невелико о его работе. Повторяю цитируемость, меня сразу как-то увела от изучения. Были бы на него сотни тысяч ссылок, но тогда это значит в этом серьезные вещи есть. Но этого нет. У меня, скажем, наработан мой ведущий по композиционным материалам на сегодняшний день 513 ссылок на одну работу из моих сотен. Это уже ясно, что это серьезная область. Когда их нет, ну тогда вроде как о чем речь. Идем дальше. Комментарий в студию. Анатолий Алексеевич, вы много говорите, что многие смотрят на Запад, предпочитают западные источники, ищут там истинную, но я сама из дипломатической школы МГУ. Могу сказать, что наша российская дипломатия очень патриотична и иначе, наверное, быть и не может. Это видно по нашему МИДу. Вся литература в дипломатии, наша, российская, мало западной. В политологии много хороших источников на русском. Сама помню, как в времена студенчества мы, мгимошники, посмеивались над западной политологией и ее смехотворными количественными методами и смешными выводами, основанными на них. Много у нас патриотов, так что не все так плохо. А я только что все плохо и не говорил. Так что мне только останется поздравить вас за современную дипломатию. Это означает, что это хорошая школа. Как правило, когда хорошая школа, это и ученики хорошие. Не все плохие выпадают, а остаются хорошие ученики. Поэтому это только можно порадоваться за то, что есть вот такая вот школа, есть такое направление, и нет людей, которые там прогибаются перед западом. Может, какие-то есть, но, видимо, они стесняются делать это открыто, потому что при хорошей школе им там не жить. Так что очень хорошо. Я так говорил больше не про... Конечно, я про дипломатию вообще не говорил, а про либералов, которые мелькают постоянно на экранах телевизоров, там в ток-шоу и так далее, которые используют эту возможность для пропаганды о своих взглядах. Вот о чем шла речь. А так замечательно. Очень рад такой комментарий услышать. Хорошо. Я, кстати, приведу пример забавный, для тех, кто уже спят или пытается заснуть, немножко заселить. Я работал в очень старое время. Это был 1974 год. Я работал в США по обмену между как раз МГУ и западной системой, в которую входили разные университеты. И вот я жил в общежитии студенческом и вот читал газету «Нью-Йорк Таймс». Сидел где-то там в коридор или где-то и проходит мимо американец. Говорит, о, это замечательно, это лучшая в мире газета. Он говорит. А я говорю, а ты правду читал? Он говорит, нет. Я говорю, ну ты чё, что даже лучше в мире газета. Понимаете, вот это характерно тоже для современных либералов, которые мало что знают, но вот то, что не знают, они тут же выдают за истину в последней инстанции. А потом оказалось, что это лучше в мире газета. Вообще он вовсе не имел в виду, что лучше в мире. Это я уже потом, когда стал в английский язык уходить, глубже, я понял, что это означает. Дело в том, что лучше в мире – это постоянно расхожая фраза, когда говорит, вот такой-такой-то Смит, он лучше в городе, допустим, доктор. Это означает, что тот говорит, он других и не знает, просто Смит ему нравится. Вот эта фраза лучшего в мире означает, что я его знаю, он мне нравится. Не более ничего другого. Вот поэтому это тоже к вопросу о дипломатии и о том, кто под Запад не прогибается. Вот я тогда не прогнулся, я тоже правду в пик ему выставил. Так что его несколько смутил. Потом он же проходит, кто-то ко мне заходит, а я брейс электробритву. Он говорит, как? А да, чья бритва-то? Кто выпустил? Я говорю, советская. Как? А что? Бритву выпускают советские? Я говорю, привет, а ты про спутник слышал что-нибудь? Ты вообще про корабли космические слышал? Ты там про Гагарина слышал? И сомневаешься в электробритвах? Так что вот тоже такие дискуссии мелкие бывали и не раз. Ладно, дальше поехали. Да, еще два вопроса таких развернутых. От старого, из старого чата из нашего пришел вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Анатолий Алексеевич. Известно, что научный метод основывается на непротиворечивых теориях, гипотезах, а также на основе экспериментов, наблюдений и исследований. И в соответствии со здравым смыслом должна быть объективно и беспристрастно. Как-то здесь путано, что-то написано, ладно. Не, ну в целом понятно. Да, официальная же наука у нас в России по большей мере похожа на религию, так как имеет заранее установленные догмы и рамки определенных заинтересованных заказчиков, о чем, в принципе, и говорили. В том числе и со стороны политиков. Но даже если человек, занимающийся наукой, честен и непредвзят, он все равно не истинно в первой инстанции. Он может совершать ошибки, в том числе теоретические, менять взгляды, исходя из новых открытий и новых сведений. Заблуждались ли вы, Анатолий Алексеевич? Приведите пару ярких примеров. И второе. Подвергали ли вы научной проверке теории или знания, которые не совпадают с вашими научному анализу, научным исследованием, наследие, например, староверов, обычаи, технологии, изложенные в славянских ведах, прочее, прочее, прочее. То есть то, что в науке как-то так не прижилось. Ну, о том, что наука... Ну, первое определение в целом все разумное. Второе, что вы как-то так несколько неприязненно, наверное, как мне показалось, о науке в целом, это, конечно, науки неестественные. Потому что есть науки естественные, и к ним больших претензий нет. Там обычно догм нет, и люди гораздо более раскованы в том, чтобы выдвигать свои концепции и их анализировать. А вот науки социологические или гуманитарные, вообще, допустим, на Западе, в США, их науками не считают. Они не science, они humanity. То есть это гуманитарные науки. И к ним применяются другие критерии. Вот вы, скорее всего, о них. Действительно, вот на те науки, они в основном оперируются на мнение. Вот я был несколько поражен, когда, перейдя от наук естественно-научной или приложив продолжение заниматься, стал заинтересоваться науками гуманитарными, в частности, вот лингвистикой, там, историей, археологией. И я с удивлением обнаружил, что там, как правило, идет обсуждение с упором на авторитеты. Кто что сказал. Есть много естественных фамилий, можно вообще не приводить. Приводить формулы, приводить цитаты на статьи, не упоминая даже авторов. Потому что это там найдено, там-то это найдено, там-то написано, там-то автор ни при чем. То здесь, как сказал Иванов, как сказал Гэмкрилидзе, как сказал Тихонов, как сказал Рыбаков, как сказал Трубачев, все время идет упоминание, как сказал. И при этом нигде не пишут, а на основании чего они так сказали. Вот я этого не мог понять, потому что всегда в естественных науках в первую очередь на основании чего такое вот сделано. А здесь фамилия, значит, вот автора уже как бы говорит о том, что вот я опираюсь на то, что он сказал. Вот это, конечно, напрягает при рассмотрении работ в любых практически направлениях. Очень трудно читать статьи соответствующие, но уже всегда от них отходить и начать искать, а где же первоисточники. Вот я и нахожу сколько-то несоответствий. Например, написано одно, начинаешь поднимать первоисточник, например, какую-то реальную работу по археологическим, по раскопкам, и оказывается, там совсем не то, о чем пишет автор. То есть автор предположил, что эти раскопки говорят о том, а они говорят о совсем другом, или могут говорить совсем о другом. Нашли копье там, нашли копье здесь, там тысячи километров. И автор решает, что это вот из пункта А принесли как в пункт Б. Хотя равновероятно, это может быть наоборот. А просто автор так решил. И, значит, соответственно, пишет цитирующий, что такое-то там имя рек, он вот говорит о том, что миграция сошла в ту сторону. А он не говорит о том, что можно и ту, и ту сторону анализировать. И вот такое сплошь и рядом. Поэтому для ДНК-генеалогии здесь оказалось поле непаханное, потому что ДНК-генеалогия привносит новый показатель, а именно мутации в ДНК. И когда смотришь мутацию в ДНК там и здесь, выясняется, что там они моложе, здесь они старше. Вот вам, пожалуйста, подсказка, как в эту сторону шло. Это то, что действительно мешает и то, что делает гуманитарные науки очень шаткими, очень политизированными, исходя из пристрастий политических, идеологических людей, которые это пишут. Теперь по поводу того, как делал я ошибки. Ну, конечно, делал, но это было даже смешно. Ошибки бывают разного масштаба. Во-первых, одно дело делать ошибки, другое на них настаивать, публично заявлять и клеймить тех, кто возражает против этого. То, что как раз вот многие, так сказать, либералы записаны и делают. Теперь, какие я делал ошибки. Ну, в общем-то, поначалу ошибок никаких заметных не было. Я занимался в МГО, и занимался механизмами реакции ферментов, как раз с точки зрения кинетики реакции. Там все было просто. Изучал скорости реакции. И тут никаких больших ошибок сделано не было. По крайней мере, если не были, мало кого они интересовали, и на главные выводы это не повлияло. Когда я защищал свою диссертацию докторскую, то у меня был оппонент, Олесь Михайлович Полторак, фигура легендарная на химфаке МГУ. Он сказал, что диссертация вот такого-то, то есть меня, она как шар. Она круглая, и уцепиться не за что. То есть для меня это означало, что действительно ошибок там заметных, по крайней мере, не было. Иначе Олесь Михайлович, он вцепился бы еще как. Он вообще преподавал у теоретиков. Вел семинары у химиков, которые специализировались на теоретических работах. А когда я пришел в Академию наук, стал заниматься многими, опять же, вещами и углеводами, и целлюлозой, и превращаями целлюлозой в полезные продукты. И, в общем, тоже никаких, я не помню, чтобы какие-то были заметные ошибки. В конце концов за эти работы я получил звание лауреата государственной премии Союза СССР. Так что если бы там были заметные ошибки, никакого лауреата мне бы не дали. А тогда еще был очень такой любопытный отбор. Я думаю, никогда я об этом публично не говорил, но должен сказать, потому что многие, которые очень уж боготворят Советский Союз и считают, что все, что было там, все было замечательно, было всякое. И вот, скажем, когда был список лауреатов на государственную премию, то был список 25 человек. Достойных людей. Безусловно, все были достойные. И в советское время было очень просто. Это самый вице-президент Академии наук, академик Овчинников. Он был, так сказать, царь и судья. И он взял список и стал просто вычеркивать те, кого он считает, что нечего быть лауреатами. Сам лично. Никаких не было собраний, заседаний, обоснований. Он сам вычеркал многих людей, потому что он так решил. Но от меня он не вычеркал. Что тоже было для меня хорошим знаком, что, в общем-то, да, не так дела плохи. Так что, когда я перебрался в США, а это другая причина, я, по-моему, коротко говорил, почему я переехал в США. Потому что я ни много, ни мало считался шпионом. Вот такое было смешное, казалось бы, дело. Потому что я приехал, проработав в гос.США, вернулся обратно, был полон силы, энергии, энтузиазма. А тогда была нормальная для СССР философия. Раз США был, значит, шпион. Значит, его явно, СССРу его завербовали, дали денег. Он, естественно, деньги взял, а кто же не взял бы, считает бюрократ. И он явно куплен, он шпион. И я оказался шпионом. О чем мне это сообщили. Но времена были не 30-е годы. Тогда они сажали. И, в общем-то, вроде как я проскочил. Но единственное, чем меня наказали, как шпионы, а шпиону нужно, в общем-то, чтобы служба медом ему не казалась. Шпиона нужно гонять и барьеры ставить выше и выше, чтобы шпион прыгал через них, чтобы, так сказать, не сахар была его жизнь. Вот эти части, барьеры, я был вынужден прыгать много. Хотя я получил премию Ленинского комсомола, хотя я был еще награждан разными премиями, золотая медаль за работу в области науки и техники, но считался идеологическим шпионом. И было трудно, потому что поездок, я 9 лет был в невыезде, никуда не мог поехать, везде меня приглашали. Это был, я в 30 лет стал доктором наук и тот же профессором. В общем, был в мире известен, меня приглашали, а никто не выпускал. Поэтому я был, так сказать, несколько огорчен, потому что понял, что моя карьера, в хорошем смысле слова, она в тупике. И когда меня потом избрали директором Института биохимии Академии наук на Ленинском проспекте в Москве, то Академия наук не утвердила. Это был чуть ли не единственный случай, чтобы народом избранный директор института, тогда была перестройка, чтобы Академия волевым решением всего его не утвердила. А ну как меня утвердили, я же был шпион, получается. И потом вообще молодой дараней, мне было только 40 лет, еще тут директор института, и вообще независимый, ни под кем не хотел быть и так далее. Короче говоря, я так прикинул, что ситуация тяжелая, делать здесь нечего, потому что чувствовал уже ограничения полностью со всех сторон. И я поехал в США, тогда уже было можно, и пока я там был, СССР распался. Я там просто остался. Поэтому я никогда не мигрировал, я сохранил гражданство российское, и очень этому доволен. Поэтому, пока я работал в Гарварде, в институте Гарвардска, я был там профессором, и занимался сначала биохимией, алкоголизмой, какие там ошибки, никаких ошибок не было, а потом стал заниматься раковыми заболеваниями. Ошибка моя одна в том, что я так и не нашел причины появления раковых опухолей у человека. Но поскольку до сих пор это тоже не нашли, то вроде ошибка моя, можно, так сказать, и прикрыться. Ну и, наконец, когда я стал заниматься ДНК-генеалогией, я пропускаю целый период своей деятельности, то я сделал ошибки вот таких, такого характера. Когда я начал заниматься этим, а это было 10, а на самом деле уже 11-12 лет назад, то я увидел, что русские имеют наполовину гоплогруппы Иродина. И индусы имеют на треть гоплогруппы Иродина. Ну, вроде, когда Иродина, Иродин там, но понятно, что это, в общем-то, одни и те же люди. И я поэтому написал, правда, в популярной работе, в научной работе этого не писал, что эти самые прославяне, они пришли в Индию и стали там индусами. То есть я связал как бы индийцев и русских, что это как бы вроде одно и то же. Но дело в том, что тогда не было субкладов, так называемых, не знали, что у этой Иродина имеется еще много подгрупп. Сейчас уже 74 подгруппы, группа Иродина. И оказалось, что у русских один субклад, а у индусов другой. У русских З-280, а у индусов З-93. То есть индусы от предков нынешних русских не произошли. Иначе у них был бы тоже З-280. Поэтому, правда, оказалось, что у татар З-93, а у русских З-280, поэтому как русску не скреби, татаринда там не найти. В итоге я сделал ошибку, что уравнял индусов и русских. Но это было повторяя 2007-2008 год. Тогда всего было четыре субклада у Р-1а. Тогда не было известно ни З-280, ни З-93. Потом новка пошла вперед, оказалось, что эти субклады, и я посмотрел, увидел, что там и здесь они разные. Поэтому, но тут же оказалось, когда нашли еще один субклад З-645, оказалось, что русские, они З-645, З-280. Индусы З-645, З-93. Короче, общий предок у индусов и русских такие один и тот. Это З-645, и это есть Арии. Поэтому оказалось, что и русские потомки Ариев, и индусы потомки Ариев, и иранцы родина потомки Ариев, и арабы родина потомки Ариев. То есть все, получается, мои имеющие родина, все, у кого З-645, все потомки Ариев. Я поэтому стал об этом писать, что Арии по всем признакам, это есть З-645, поэтому русские полноправные потомки Ариев. Ничего в этом плохого нет, а как нет особо ничего хорошего, но это нормально, так получилось. Так что я ошибку свою старую исправил. Что касается ошибок по ДНК генеалогии, наверняка мелкие какие-то есть, но они опять же со временем и довольно быстро исправляются. Я не пророк, я не оракул, но полагаю, что делаю работы вполне добротные. Вот такой мой ответ. Хорошо. Ну что ж, все основные вопросы зачитаны, маленькие, может быть, буквально одной строчкой. Есть такая наука или лженаука, ее называют Евгеник. Вот буквально два слова. На ваш взгляд, это что? Не имеет ничего отношения, ничего малейшего. Отношение имеет ДНК генеалогии. Понятно. Евгеник это исправление человека с тем, чтобы вывести какие-то новые породы. То есть, как вы понимаете, это и не ДНК, это и не генеалогия. Хорошо. Ну что ж, подводим тогда итог сегодняшней нашей встречи. В заключении надо, как всегда, сказать что-то доброе, вечное, светлое нашим радиослушателям и зрителям. Можно двумя словами христилить, что же такое является лженаука и наука, прямо двумя словами. Вот это, вот это, вот это, или вот этого нет, как вы уже говорили. И, в общем-то, с миром разойтись до новой нашей встречи. Да. Слово такое. Бойтесь тех, не бойся, презирайте тех, кто употребляет слово лженаука. Это проходимцы, это политически ангажированные люди, это самоназванные квизиторы, а лженауки нет, потому что наука есть только одна. Вот это надо знать, потому что это слово стало уж очень популярное и в сети, и вот, я не знаю, ну, в сети, наверное, и в других политических изданиях. Так что, хотелось бы, чтобы люди лучше понимали, кто эти слова произносит и почему. Все. Кратость, сестра таланта. Ну что же, друзья мои, мне остается только напомнить вам, что сегодня у нас по одному из современных календарей, пока еще, 11 января 2018 года, по одному из старинных 32-й день месяца Белосемья, покоя, мир 7526-го лет, третейник, «Суть лженауки» это наше название сегодняшней передачи было такое, и Анатолий Алексеевич Клесов, автор, сказитель, низкий поклон, Анатолий Алексеевич, за столь интересную беседу, интересные рассуждения. Наших зрителей, слушателей, благодарю за то, что вы поддержали нашу сегодняшнюю интересную тему своими интересными вопросами. Прощаюсь с вами, напоминаю, было с вами Народнославянское радио, Алексей Орлов, Анатолий Алексеевич Клесов. Быть добру, до новых встреч, увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Пора просыпаться.